Ау! Е-е-е! Привет! А-а-а! Видали, что делает с людьми справедливая критика со стороны? Недавно я получил вот это письмо от подружек Светы и Оли. Вот что они пишут. Во-первых, смени имидж. Во-вторых, научись говорить по-человечески. И я хочу, чтобы ведущий был постарше лет 15-16. Еще в вашей передаче мне не нравятся все эти тупые шутки. Если у вас не хватает юмора, бросьте эту бредовую затею. Ну, моя училка говорит, что критике нужно прислушиваться. Имидж, как видите, я сменил. 15 лет мне тоже когда-нибудь исполнится. Ну, а смешить я вас сегодня не буду. Я сегодня вас буду пугать. А? Тем более, скажу вам по секрету, нет ничего более волнующего, леденящего кровь, чем страшные истории. Фильмы-ужасы. Кровавые боевики. А я вам сейчас такую страшную историю расскажу. Однажды идет девушка по лесу. Увидит такси, решила остановить. Остановит и говорит, довезите меня до кладбища, там моя мама похоронена. Везет. Приехали на кладбище. Она сказала, подождите меня тут. Ну, ждет уже час-два. Увидит, ее что-то нет. Ну, пошел ее искать. Видит, она пьет с могилы кров. Она говорит, ты что, ведьма? Да. Любите ли вы смотреть фильмы-ужасы? Да. Да. А вот что вам нравится в фильмах ужасов? Страшные монстры с большими куками. Еще? Ну, мне нравится там, как они одеты, как они там выглядят, как они за людьми гоняются там, убивают их. А что такое? Ну, еще это, когда вот эти все спецэффекты делаются, там, ну, короче, черепы там раскалываются, всякое такое, а? Ну, мне еще нравится, когда, например, из гробов скелеты разные влезут. Захватывающее очень зрелище, так, как будто ты там находишься, с этими гробами, с этими скелетами вместе. А потом ночью не можешь спать. Неожиданность нравится. Он когда сначала, вроде, идет по коридору, все спокойно делал, так нежно, истекает. Смотреть на кого? Для меня, да. Они мне очень нравятся там. Если у кого слабые нервы, тому лучше не смотреть. То, что разрыв сердца может получить. У меня, наверное, все нормально там. С нервами все в порядке. У меня железные нервы, мне там хочется там посмотреть, как там убивают там. Ну, захватывающие ужасы. Ляжешь спать, короче, будешь думать все время, вспоминать, прокручивать этот фильм себя перед глазами. Тебе будет все время казаться страшно, и ты не будешь спать просто-напросто. Мне не хочется никого резать и убивать после фильма ужасов. Жутковато. Потом идешь, тебе кажется, что у нас в темноте сейчас выйдет какой-нибудь там призрак, скелет. Так что убивать после этого точно не хочется резать. Знаете, для чего на свете существуют взрослые? Для того, чтобы было кому объяснить детям, что они, дети, должны любить, и чего любить не должны. Но если в некоторых вопросах взрослые не могут прийти к однозначному решению, то в отношении к фильмам ужасом они выявили удивительное единодушие. Я считаю, что фильмы ужаса кроме негатива, кроме стресса, ничего не дают. Я не получаю удовольствия от фильмов ужаса. Никакого абсолютно. И не советую, в общем-то, родителям разрешать детям тоже, в общем-то, до определенного возраста тоже смотреть фильмы ужаса. Я не знаю, я когда смотрю на эту кровь, я когда смотрю на эти убийства, у меня возникает какой-то холод в желудке, страх за себя и за своего ребенка. Я бы, например, не хотела, чтобы моему ребенку даже в жизни хоть что-нибудь подобное пришлось бы испытать. А это фильмы, которые, как мне кажется, поднимают из глубин человеческой души только самое неприятное, самое такое мерзкое, что, в общем-то, есть, наверное, психопатичное, что есть в каждом человеке, заложено, в общем-то, от природы. Просто это все поднимается. И есть дети, за которыми наблюдая, за которыми, в общем-то, смотришь и видишь, что этому ребенку такой фильм смотреть, ну, совершенно, категорически нельзя. И тем не менее, ребята, это очень часто смотрят. Ведь все эти фильмы, они, несомненно, не могут быть изначально, как я полагаю, рассчитаны на то, чтобы человек взял нож, какие-то инструменты, убийства, и шел, так сказать, убивать себе подобных. Но тем не менее, у очень многих они вызывают подобную реакцию. А у очень многих они вообще никаких отрицательных реакций не вызывают. Так что все это, мне кажется, зависит от человека, который сам смотрит фильм. Поэтому это... Ну, я немножечко добавлю плюс воспитание, за мое глубокое убеждение. Если в семье, в общем-то, много положительных эмоций, если в семье любят животных, если в семье добрые отношения, то, я думаю, ребенок будет расти. Ну, в общем-то... Хотя есть ситуация, когда нужно категорически сказать нет. Да. Бывает и такая ситуация. На вкус и цвет, конечно, товарища не найдешь. Только стоит ли запрещать? Ведь, как известно, запретный плод так сладок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова